Доброе утро, уважаемые друзья! Мы начинаем наше гостевое включение и прямо сейчас мы будем говорить о красоте. Ну, я честно признаю, что в этом году у нас был уже эфир с одной красавицей и пригласили мы в гости. Это была Мисс Кустаная 2015. Настает момент, когда мы с вами узнаем очень скоро, кто же станет в Мисс Кустанай 2016. И чем будет отличаться этот конкурс, мы поговорим сегодня с продюсером конкурса красоты Мисс Кустанай 2016 и вообще конкурсом красоты Мисс Кустанай с директором модельного агентства дизайн-мода Марина Михайленко сегодня у нас в гостях. Марина, привет! Доброе утро! Марин, я тебя знаю уже очень много лет и ты, надеюсь, меня тоже помнишь. Ну, давай перейдем сразу к делу, так ведь? Потому что впереди самое главное событие. Раньше мы ждали этот конкурс ко дню города, чтобы мы увидели новый праздник и конкурс красоты. Хочу узнать, как в ваших руках оказался этот конкурс. Это очень увлекательная история на самом деле. На самом деле ничего увлекательного в этом не было. Просто мне позвонили с дирекциями из Казахстана и сказали, что хотят отдать лицензию мне. Не так просто? Надо на каждый конкурс есть лицензия? Да, конечно, у них есть представители в каждом городе. И они решили сменить полностью руководство Мисс Кустанай. Команду, которая занималась конкурсом? Да, да. И я подождала лицензию, получила ее официально. И вперед, да? И просто стала работать и все. Моменты о том, почему так произошло, меня не особо интересовали на самом деле. Ну, наверное, потому что работали до этого очень хорошо. И все конкурсы, которые вы делали, тоже проходили с помпой. Все об этом знали. Да, они, конечно, посмотрели, какие конкурсы, какого уровня я проводила, как проводила, и посчитали нужным передать лицензию. Дизайн. Хорошо. Марин, очень много есть сейчас мнения о том, что какая женская красота должна быть. Потому что, если вспоминать прошлый век, 60-е годы, это должна была одна красота, да, своеобразная. Там секс-симулы влияли, там, допустим, Марлин Монро. Все кудряшки хотели делать, были блондинками, да, пышные формы были в моде. А потом дальше, что ты поменялась. Сейчас уже 21-й век, и уже у каждого свое понятие, есть какие-то свои предпочтения. Вот сейчас, 21-й век, 2016-й год, какая должна быть красивая девушка? Это он и красоты. 96-90, ничего не поменялось? Нет, на самом деле, у каждого, да, понятие красоты свое. Для конкурсов красоты основные параметры это физические данные. В любом случае, внешний вид, конечно. Да, внешний вид, она должна выглядеть здоровой, в первую очередь, потому что красота ассоциируется со здоровьем. На сегодняшний момент, да, мы говорим о нашем времени, здоровье – это высокое, стройное, подтянутое, красивое тело. Молодое? Да, ухоженное, да. Ну, конечно, у нас конкурс Мисс, поэтому, в любом случае, девочки участвуют до 25 лет. Это красивые, ухоженные волосы, естественные ногти, ресницы, брови. Вот. Ну, просто вы смотрите очень много видео, как можно за 15-20 минут просто преобразить до неузнаваемости любую девушку при помощи косметики. Нет, на самом деле, так и происходит. Ну, дело в том, что на кастингах и на предкастингах их смотрят не накрашенными. И поэтому, когда возникает вопрос, почему кого-то выбрали, а кого-то нет, мы просто видели вас не накрашенными. Да, и тогда, как вспоминая старую «Добрую песню», ты не накрашенная, и накрашенная тоже, да. В этом году, что будет нового? И начинается все с кастинга уже совсем скоро. Да, кастинг уже объявили с 1 октября, это онлайн-кастинг проходит, его объявил Мисс Казахстан. На сайт заходишь, регистрируешься, отправляешь свои фотографии. Это делается для того, чтобы больше привлечь девочек, на самом деле. И для тех, кто стесняется, может быть, смущается, за свои силы переживает, поэтому, может, ему позвонят, пригласят на кастинг, и у него появится какая-то определенная уверенность. Но, на самом деле, еще такой плюс есть в этом онлайн-голосовании, что вас могут напрямую пригласить на Мисс Казахстан без конкурса. Это как так? Вот. Ну, они вели, да, какие-то новые моменты в организации, потому что, на самом деле, много девочек проходит мимо, да, либо, например, не могут участвовать, принимать, учатся или еще что-то. Ну, в региональных. Да, да, в региональных. Либо родилась Кустаная, живет в Караганде или в Астане, и можно всегда зарегистрироваться. Я советую всем, кто уверен в своих силах, в своих внешних данных, то зарегистрируйтесь обязательно, и у вас есть шанс поехать напрямую. Вот. Дальше некоторые регионы проводят конкурсы, и их победительницы не подходят для Мисс Казахстана. А почему? Физически не подходят. То есть, ну, должен быть... То есть, у них есть, конечно, у них есть определенные параметры, по которым они девочек выбирают, не говорят об этом, да. Ну, рост какой должен быть? От метр шестидесяти восьми. Ну, это уже... Да, ну, например, не подходят по росту, не подходят по внешности, потому что все-таки это проект, на который они должны приглашать девочек потенциальных Мисс Казахстан. И потом эта девочка должна представлять Казахстан. Да. Соответственно, бывают такие нюансы, и в этом году уже тоже такие есть случаи, я знаю, о том, что победительницы оригинальных не поедут на финал. Но я хочу, чтобы... Слезы, истерика, корона. Я не знаю. Я мисс, к примеру, Мангастау, и почему я не могу поехать? Да. Ну, вот для этого нужно дружить и общаться с дирекцией конкурса. То есть, все по знакомству? Да. Ничего не меняется? Да. Нет, нет. Я о том, чтобы прислушиваться к их советам. И выбирать девушку другую. Да. Мы хотим сделать так, чтобы все было предельно прозрачно, чисто. Потому что, девочки, 24-го заканчивается онлайн-регистрация, 23-го в октябре у нас проходит кастинг на Мисс Кустанай. Ну да. Соответственно, все... 23-го октября уже? Да. 23-го в 3 часа в офисе модельного агентства дизайн-мода пройдет кастинг. Это будет живой кастинг, на который могут прийти и те, кто регистрировался, те, кто хочет поучаствовать непосредственно в региональном. Ну, а если вам уже 30 лет, но все-таки молодая, красивая, интеллигентная? До 25-ти. Почему такие ограничения? Ну, я думаю, что у каждого организатора конкурса есть свои правила. Поэтому, да, мы будем просто им их следовать. От 18-ти до 25-ти? От 16-ти. Да, ну, в этом году просят от 17-ти. Я надеюсь, что придем к 18-ти, потому что девочкам в 16-ти очень трудно бороться с 25-ти летними, например, потому что опыт, да, жизненный. В 10 лет это большой опыт для женщин. Ну-ка, расскажите, что девушка в 18 лет, в 16, не знаю, что знает 25-ти летняя. Ну, во-первых, она только заканчивает школу. Она абсолютно еще не адаптирована, если она не участвует ни в каких танцевальных коллективах, не ездила никуда, не выезжала. Она боится сцены и так далее. Да, у нее будут просто какие-то... Я сейчас говорю именно о сценическом опыте, об опыте общения социального. Хорошо. А 23-го числа что нужно для себя иметь при себе для того, чтобы... А 23-го числа вы берете свое хорошее настроение, свою уверенность в себя, берете удостоверение личности, одеваете обувь, на которой вы можете передвигаться. Можно на каблуках? Да, естественно, каблучки. Но на самом деле можно одеть и без каблуков, но просто на каблуках девушка выглядит стройнее и выше, и увереннее. Ну, хорошо. Вам удобно? Да, мне удобно. Сколько сантиметров здесь? Я не измеряла, я думаю... Нормально, прилично. 12, может, 10. Хорошо. Одевайте одежду, подчеркивающую вашу фигуру, резинку для волос, чистые волосы. Хвостик должен быть. Не надо краситься, не надо делать прически в салонах. Приходите и заполняете анкету, мы с вами общаемся и определяемся, берем мы вас на конкурс или нет. Сколько должно быть девочек? Не важно. Мы 20 в этом году возьмем. Я не знаю, сколько придет, об этом мы 23-го узнаем, но мы отберем 20. Хорошо. Что будет необычно в этом году? Я знаю, что что-то собирается быть грандиозное, это будет большой праздник, это будет большой шоу. Да, в любом случае шоу мы в этом году делаем с помощью постановок интересных, музыкального сопровождения. Будет также проходить в Далахоле. В этом году мы взяли постановщик. Да, это пока еще известно. Да, 13-го ноября будет уже точно, постановщик будет Константин Чеботарь, мы будем делать очень классно. На вашем месте был не так давно, он пятилетний юбилей его в танцевальном коллективе Индига отмечали. Да, и он будет делать полностью постановки, также у нас немножко поменялась социальная программа. Интеллектуальный конкурс будет? На самом финале будут вопросы, но в течение трех недель нашей подготовки, конечно, у нас будут другие мероприятия. Так как вы знаете, у нас есть и Мисс Спорт, мы в этом году в Драйве будем проводить также. У нас будет семейный день, на котором мы познакомимся с родителями, с родственниками. Ничего себе. Хотим, да, ну просто такая ситуация, что девочки участвуют в конкурсах, и родители другие не видят потенциально других конкуренток. Ну, так всегда же, моя самая красивая. Да, моя самая красивая, почему-то выиграла. Мы хотим вот им показать, как они себя ведут, как себя позиционируют, поэтому сделаем семейный день. Также у нас будут походы в театр, в мастерскую Ангел скульптурную в этом году, какие-то мастер-классы. Ну, естественно, школа красоты, то есть с ней будут заниматься педагоги, также это актерское мастерство. У вас же есть своя собственная школа, и к вам приходят девочки молодые, которым вы помогаете раскрыться, быть может, кому-то из гадького утенка сделать настоящую красавицу-леди, которая может себе преподать, преподнести. Да, да, ну вот на самом деле девочки, да, которые приходят впервые и не участвовали ни в каких соревнованиях, не участвовали ни в каких вот таких событиях. Ну, она высокая, красивая. Да, им очень тяжело адаптироваться, потому что они не совсем понимают структуру вообще конкурса, что там происходит. И для этого, для того, чтобы внедрить человека, рассказать, у нас, естественно, будет с ними школа, мы будем репетировать, будем их учить позировать, ходить, себя показывать, то есть, соответственно, учить у нас будет столовый этикет, актерская, психология общения, дефиле, техника позирования. Все как в школе, да, все. И это помимо того, что девушка еще где-то работает, может, может, учится? Учится, работает, ну, будем совмещать, она подписывает контракт на участие в конкурсе. Да, все так серьезно? Конечно, есть определенные обязательства наши, есть определенные обязательства у девочек перед нами. Но, как показывает практика, девушки, которые выезжают из города Кустанай, из нашего региона, к сожалению, в последнее время ничего не забирают. В смысле не забирают, не выигрывают? Не выиграют, да. Ну, в смысле, не... Я думала бы про вещи, которые они забирают, которые уезжают. Нет, вещи, ты бог с ними. Вот сам титул Мисс Казахстан в Кустанай давно не был. Или был вообще, я не знаю. Его вообще не было. Даже так. Да, и мы идем к этой цели. Это значит, что девушка Ксения Брума, да, Мисс Кустанай 2015. Она была, есть, и действующая самая первая красавица в нашей области. Ну, она не первая красавица. Ну, почему? Ну, с учетом того, что конкурс с 99-го года проводят, она в любом случае не первая. Первая она в руках проведения у меня конкурса. Не, ну, она на данный момент, она является как вот, вот, я, говорит, с короной, я Мисс Кустанай 2015. Что она сейчас делает? Знаете, не знаете, как ее судьба повернулась после этого конкурса? Что там изменилось, не изменилось? Благотворительностью начала заниматься, как обычно бывает, Мисс Кустанай Амир во всем мире. К сожалению, с Ксенией мы не работаем сейчас, потому что она не заинтересована была участием в каких-то социальных проектах, участием в жизни Кустаная. Поэтому на сегодняшний момент имидж-персонный конкурс будет вице-мисс Мариэла Тыпова. Даже так? Да. Ага. А как она выступила на Мисс Кустанай в Казахстан? Она вошла в топ-15, после этого практически наше с ней сотрудничество завершилось, поэтому, к сожалению, Ксения не смогла представить больше. У меня вопрос, но это же очень непросто, она же как является, ну, вы же ее отправили, вы должны ее вести до конца и целиком полностью. Но в какой-то момент девушка может переобуться, грубо говоря, да, и вести себя, я вот такая, да? Часто такое бывает. Ну, это уже ее выбор, поэтому. Часто такое бывает. В любом случае. Ну, с теми того, что она у меня первая, это у меня был первый раз. Как вы это сказали сейчас. Хорошо, помимо того, что вы готовите сейчас, очень большая платформа работа. Уже два месяца мы готовимся, да. Для многих это просто пришел в ресторан, посмотрел, там, концертный зал, посмотрел, конкурс, красиво, все здорово, великолепно, а до этого еще на три месяца готовиться, каждый день что-то делать. Ну, мы, да, организаторы, конечно, готовятся заранее, в любом случае партнеры, организаторы. Мы хотим провести это все очень достойно, чтобы было и интересно людям, и интересно участникам, то есть, чтобы это событие заполнилось. Вопрос. Был такой случай, что именно в нашем регионе Мисс Кустанай выбрали по фотографии, это правда? Это говорят люди. Нет, в 2014 году наша модель Эльмира Бабаева, она пришла на кастинг Мисс Кустанай, вот, и в дальнейшем конкурс отменился, я так понимаю, из-за недобора участниц, может быть, недофинансирования, я точно вот не могу сказать. И нам позвонили с Мисс Казахстана, сказали, что Эльмиру выбрали как участницу от Кустана. И она поехала. И она поехала, да, и вот как раз таки так, на онлайн голосовании также могут девочку выбрать, и она может поехать там от Рудного, от Лисаковска. Ну, конечно, это, как говорится, интересная история почему-то, но пока мы не будем говорить, потому что не вы тогда этим занимались. Да, на тот момент не я была организатором, но мы были очень рады тому, что наша модель представила, и на сегодняшний момент, вот как раз таки после того случая, и лицензию передали. Девочки ваши ездят по миру-то, я вижу фотографии, постоянные. Вот, кстати, сейчас Диана Жалдебе, которая была в топ-пятерке на Мисс Кустанай 2015, она в этом году съездила уже на три конкурса, даже на четыре, два, три мировых и один в Астане. Она была на Кимере Интернешнале, на Мисс Аполлон, это в Турции два конкурса. Сейчас она на Мисс Глобал Бьюти Квинн в Корее представляет Казахстан, и до этого она стала третьей вице-мисс на Мисс Хан Шатыр в Астане. Ну, так все. Так что, да, тут вот не знаешь, как повернется твоя судьба. Кто-то не пропадает, а кто-то, у кого-то есть другие цели. Хорошо, а для чего девушки идут на конкурсы красоты? Для того, чтобы удачно выйти замуж? Это одна из, да. Или для того, чтобы просто подчеркнуть, что она самая красивая? Нет, там много на самом деле моментов, почему человек приходит на конкурс красоты. Но вы же тоже были участницей конкурса красоты? Я в свое время, у меня не было возможности красиво одеваться, путешествовать, у меня не было возможности, ну, скажем, социально адаптироваться. И в свои 17 лет я посчитала интересным пойти в школу красоты. Вот, и после этого моя жизнь очень сильно поменялась. Любая девушка должна туда ходить, мне кажется. Она должна, если вы чувствуете, что вы не можете раскрыться, и именно школа красоты или модельное агентство поможет раскрыть ваш потенциал, не обязательно работать потом моделью или там участвовать в конкурсах красоты. Вы можете просто прийти для того, чтобы быть успешной и в другой профессии, да? Ведь девочки не могут всю жизнь работать моделями. То есть это очень, это маленький-маленький единиц, так же, как на конкурсе красоты, да, ну, там ездят на мисс до 27 на мировые, дальше уже идет миссис. В любом случае, у многих уже семья, дети, им это уже предстоит быть интересно. И мужья против? Разные есть мужья, почему? Кто-то поддерживает, кто-то против, потому что это разлука, это внимание лишнее. Ну, скажите, много же интриг и скандалов вокруг этого дела? Постоянно. Постоянно? Все говорят, что моя самая красивая, вы опять что-то там неправильно сделали и что-то еще. Это все будут говорить, но девочки, которые участвуют в конкурсах, на самом деле понимают, почему они не выиграли. Просто они не хотят об этом заявлять. Они знают, где они были неправы, где они себя не проявили. Ведь в течение вот этих финальных недель мы наблюдаем какую картину. Она опаздывает, она плохо выглядит на репетициях. Не только жюри решают. Да, конечно, но в любом случае решают жюри, решает дирекция, решает дирекция мисс Казахстан, потому что оно складывается из многих факторов. То есть это внешняя привлекательность, это внутренняя привлекательность, это харизма, которую вы можете прийти и наблюдать в течение репетиции. И как она себя проявляет, как она участвует в социальных программах, какой она ведет образ жизни. То есть это же все. Ну, конечно, ну она едет представлять Кустанайская область. В любом случае, она должна... Ну, нам бы хотелось, чтобы от нас поехала самая красивая, самая достойная. Конечно, естественно, мы все хотим. И вы знаете, когда в прошлом году наши девочки поехали, как поддерживали, голосовали, писали, защищали в социальных сетях, когда наши девчонки поехали, это очень приятно. Потому что так весь Кустанайская область сплотилась и, естественно, переживает на самом деле. Да как на любом соревновании. И вот сейчас в интернете появляется информация о том, что наша красавица Кустаная вошла в топ-3 вообще красавицы Казахстана и отхватила себе завидного жениха. Ну, конечно. Как известного телеведущего, актера. Альбина вышла замуж очень удачно и на самом деле она уже с этим человеком встречалась еще до мисс Кустаная. Мы за нее очень рады, что у нее сложилась так жизнь. Это прекрасно на самом деле. Если этот конкурс или вообще участие, она настолько поменяла ее жизнь. Я знаю, что у вас еще помимо того, что есть конкурс красный мир с Кустаная, еще есть много других проектов, которые вы ведете. И моя супруга сказала мне перед тем, как отправляться сюда на эфир, я ей говорю, ты спроси у Марины, топ-фэмили. Да. Да, потому что было у нас топ-100 красавиц Кустаная и не один у нас много красавиц. Они все вышли замуж, родили детей, мы сделали топ-бэби. На самом деле, вот активных людей в Кустаная, которые на самом деле просто интересно участвовать в разных проектах, у нас очень мало проектов для, например, семьи, для детей. Вот мы просто как используем эту ситуацию, развлекаемся вместе, делаем это, сообщаем. Нет, все здорово. Топ-фэмили мы хотим сделать для пар, для семьи или для людей, которые хотят просто сфотографироваться с родителями, хотят сфотографироваться с детьми, прийти, у нас будут там три локации, три фотосессии. Ну, это уже отдельный проект. По которому мы поговорим, но вы тоже параллельно все это развиваете, все это делаете? Конечно, у меня несколько проектов, у меня еще есть международный моделинг, мы этим занимаемся. Как раз-таки 19-го числа приезжает очень крутой скаут. 19-го октября? Да, вот, 19-го октября у нас приезжает скаут Дима Смирнов. Откуда он? Он с Питера. Когда-то он первых девочек начал отправлять из Казахстана, это было там 15-16 лет назад, один из первых топовых моделей отправлял он. И вот он к нам приезжает. Я помню, девушка была такая в длинноногая в моей школе. Это Нина Пыльская. Нина Пыльская, да. Да, у него были самые длинные ноги, она говорила, что занесена в книгу рекордов Диннесса, как самые длинные ноги. И я вот тогда маленький бегал, смотрел, она такая уже большая. Что с ней стало? Я не знаю, я тоже вот помню эти моменты. Кто-то ее отправил же, по-моему, за границу моделью. Она, по-моему, в Москву ехала, если не ошибаюсь. Честно, не буду фантазировать на эту тему, но был такой резонанс. Шум, тогда город Нина Пыльская, 23-я школа, девчонка, такие ноги. И потом все девушки пытались за нее угнаться. Фотографировались, как дядя Степа. Да, я как раз, когда длинноги у нее заканчивались, тогда я сам заканчивался. И тогда я говорю, это было для меня интересно. Хорошо, давайте тогда пригласим всех девушек красавиц на кастинг, который состоится уже в конце этой недели, 23 октября. А во сколько начинается все? Так, 23 октября. Теперь забыла, во сколько. Во сколько? Ну, с утра пораньше. 15.00, нет, 15.00. Дом «Бытый экспресс», 4 этаж, офис 4, модельное агентство «Дизайн-мода». Мы вас всех ждем, с хорошим настроением. Но бояться не надо. Не, бояться надо. Почему? Только страх нас делает сильнее. Да, нас делает сильнее. Нет, на самом деле нужно просто объективно оценивать себя. Свои возможности. И мы поможем вам раскрыться. Мы поможем вам. Я просто сразу хочу сказать, что, дорогие друзья, внимание, Марина говорит так, как есть. Если у тебя кривые ноги, скажи, что ты пришла сюда с кривыми ногами. Так ведь? Ну, я скажу это более корректно. Я просто скажу, что вы на мне подходите. Ну, это же надо говорить человеку, а что у меня не так? Нет, они спрашивают. У меня мама говорит, что я самая красивая. Нет, они спрашивают, почему я вам не подошла, например. И тут можно получить отличных люлей от организаторов? Я могу просто корректно объяснить, тактично, потому что... Что вы не для модельного бизнеса. Да, ну, естественно, любой проект подразумевает свое понятие о том, какие участницы должны на нем присутствовать. И если вам здесь отказали, это не значит, что вам в другом месте откажут. Надо идти добиваться своей церкви. Конечно. И все. Ну, на самом примере вы доказываете о том, что модельный бизнес имеет право быть. Это честный бизнес. На самом деле, за последние года у нас большой прорыв в моделинге. Наконец-то мы убрали стереотипы. Мы более-менее начали понимать, что это тоже работа, что можно зарабатывать. И наши девочки ездят зарабатывать. И уже около пяти лет, пожалуйста, у нас есть хороший пример на сегодняшний момент. Полина, да, ездит, без палька работает. У нас сейчас Лиза Батуева на четвертый контракт улетает. У нас сейчас Анара Мукашева улетает на третий контракт. Ирина Гладышева слетала на контракт. То есть около пяти-шести постоянно работающих. Только из Кустанайской области. И сколько платят? Это такой очень вопрос расплывчатый, потому что это зависит от маркета, на который ты прилетел. И зависит от твоего бука, то есть от твоего портфолио, от твоего опыта. Это новые слова уже в нашей жизни. Хорошо. То есть надо не стесняться идти работать. Если у тебя есть данные, то конечно. А если нет, но очень хочется. Выбираем другое направление, связанное с моделингом. На сегодняшний момент большой рынок. Это визажисты, стилисты, парикмахеры, букеры, скауты. То есть, пожалуйста, если ты не можешь сам работать, ты можешь быть рядом с этой профессией. И так же зарабатывать? Конечно. Прекрасно. Ваше пожелание всем телезрителям. Марина, пожалуйста. От одной из самых красивых девушек Кустанайской области, Марина Михаленко, это без должности. Так оно и есть. Потому что многие хотят быть на нее похожи, многие восхищаются. Но я это правда же говорю. Спасибо, да. Да. Вы говорите, вы продолжаете. Я стараюсь на самом деле быть примером для девушек. Хотела бы пожелать всем любви, благополучия и адекватности. Это мое любимое слово. Очень много неадекватных людей встречаются. Да. Попадаются. Да. И как с ними бороться? Не надо с ними бороться, их надо просто полюбить. Желаем вам приятной неадекватности в этот день. Итак, сегодня у нас в гостях была удивительная девушка. Это продюсер конкурса красоты Мисс Кустанай. Этого года, прошлого и грядущих мы в этом уверены, потому что всегда проходит все на выше уровне. Марина, последний вопрос. Кто будет ведущим на конкурсе Мисс Кустанай 2016? Арман Бектурганов и Ольга Янкова. Арман Бектурганов и Ольга Янкова. Спасибо. У нас в гостях была директора модельного агентства дизайн-модом Марина Михаленко. Спасибо. А что ты в обморок-то не упал? Слезу? Слезу смахнул. Какая слеза? О чем вы говорите? Так, Рич, давай нас сфоткаем. Мы сейчас сфоткаемся, Марина, да. Вы оставайтесь вместе с нами. А, еще мы снимаем, да? Всем доброго утра. Да, мы пока сделаем селфи, сфоткаемся и выложим все в социальные сети. Всем не забудьте это лайкнуть. Мы продолжим нашу программу очень скоро.